Аким города Бахджан Баяхметов встретился с родителями детей с ограниченными возможностями. И в рамках этой встречи были обсуждены вопросы их социального обслуживания и обеспечения их жильем в порядке очереди. Подробнее в следующем видеоматериале. Аким города Бахджан Баяхметов встретился с родителями детей с ограниченными возможностями. Как стало известно, в городе 86 родителей, у которых дети остались без социального обслуживания. Они обратились в Акимат для решения вопроса. В результате 53 ребенка были определены в городской центр по реабилитации детей-инвалидов, 8 детей в частные общественные объединения. Также решается вопрос оставшихся 25 детей-инвалидов. Встреча Акима с их родителями прошла в частном реабилитационном центре «Балган-2», который планирует в ближайшее время приступить к полноценной работе. Сегодня мы находимся в частном реабилитационном центре «Балган», который в ближайшее время полноценно будет работать. Он рассчитан где-то на 70 детей. Причина была в том, что на имя Акима города обратилась группа родителей детей-инвалидов. Это 86 родителей, у которых дети на сегодня остались без обслуживания. Открытие данного центра позволит уже комплексно подходить к решению этой проблемы. Мы в эту сферу по поручению Акима города привлекаем представителей малого и среднего бизнеса. В частности, мы сегодня находимся в центре «Балган», в котором частные предприниматели вкладывают свои средства для открытия этого центра. Данный реабилитационный центр обслуживает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь проводятся коррекционные и реабилитационные занятия. Мы занимаемся реабилитацией и абилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 2 до 18 лет. Наш центр работает по типу полустационара. То есть мы предоставляем услуги с полным днем пребывания. На данный момент наш центр посещает семеро детей, дети с диагнозом ДЦП. На данный момент мы частная организация. Мы надеемся, что государство обратит на нас внимание и поможет нам и родителям в первую очередь получать реабилитационные услуги и социализацию. Одна из мам ребенка с ограниченными возможностями, которая осталась без социального обслуживания, в данное время получает услугу в государственном центре по оказанию специальных социальных услуг. Я являюсь мамой ребенка-инвалида. Мы обслуживаемся в общественных объединениях в течение двух лет. И в этом году мы столкнулись с проблемой не только мы, не только наша дочь, но еще группа других родителей, что наши дети остались без социальной поддержки. С этим вопросом мы вынуждены были обратиться в отдел занятости и социальных программ. И, к счастью, в течение трех дней буквально наш вопрос был решен. В рамках совещания также было отмечено, что в микрорайоне Карагайлы активно ведется строительство реабилитационного центра, где 75 мест будет выделено для детей-инвалидов. Кроме того, было отмечено, что в настоящее время по городу 59 семей, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, состоят в очереди на жилье. Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, имеют два варианта получения жилья из государственного жилища. Первое – это арендное жилье, согласно очереди, тогда, когда очередь дойдет без права выкупа. И второй вариант – это участие в государственных программах по ТОС и Шанра. По словам Дианы Шаяхметовой, в июле текущего года для очередников местного исполнительного органа будут выданы 128 арендных квартир в жилом районе Карагайлы. Из них семь квартир будет предоставлено социально уязвимым слоям населения. Ориентировочно пять квартир будут выделены детям-инвалидам. В свою очередь, Аким Города поручил соответствующим отделам рассмотреть ряд вопросов от участников встречи.